Проект закона об амнистии для участников январских событий прошёл через парламент. Документ ушёл на подпись президенту. Амнистия может охватить не только обвиняемых в беспорядках, но и по делам об убийстве по неосторожности, убийстве при превышении пределов самообороны. Правозащитники уже выразили опасения, что стрелявшие в мирных граждан силовики уйдут от ответа. Опасения эти небезосновательны. Под действия амнистии подпадают и сотрудники правоохранительных органов, и военные, допустившие уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний граждан во время январских событий. Пункты об амнистии для совершивших непредумышленное убийство вызвали сомнения у некоторых депутатов Мажелиса. На прошлой неделе при голосовании в Нижней Палате трое воздержались, один не проголосовал. В Сенате сегодня одобрили документ. После представления законопроекта в парламенте, заместитель генерального прокурора заявил, что устанавливать было совершено предумышленное убийство или убийство по неосторожности будет следствие. Он не сообщил, сколько полицейских и военных подозреваются в убийствах, совершенных в январе. Я расскажу. Когда полицейских и военных стали известны, уголовные дела в отношении силовиков прекращены. Родственники убитых в январе и их адвокаты жалуются на волокиту и говорят о засекреченности материалов. Если законопроект об амнистии подпишет президент, то под кампанию могут попасть около полутора тысяч человек. Прокуроры заявили, что фигуранты должны признать вину и раскаяться. Власти называют амнистию актом гуманизма. Правозащитники и некоторые родственники погибших полагают, что кампания дает возможность стрелявшим избежать наказания. Эксперты отмечают, что амнистия призвана консолидировать силовые структуры накануне выборов и возможных протестов.